Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня речь пойдет о достаточно интересной проблеме, связанной с утопиями. Ну, не в смысле утопиться, а в смысле создать такое общество – это давнишняя мечта человечества, в котором всем бы было хорошо. Ну, буквально всем. И вот, решившись на создание таких обществ, человечество много чего наделало. Ну, сначала, слава тебе Господи, как говорят конченые атеисты, это дело осуществлялось теоретически. А именно, кто у нас отличился первым? Ну, как всегда, Платон не забыл эту проблему. Что же он придумал? Он придумал очень интересную вещь. Он, словно, написал работу. Государство. Где, с его точки зрения, и должно было все так устроено, как все человечество и мечтает. Почему он решил, что человечество мечтает о том, что ему самому нравится, я не знаю. Но таких чудиков и сейчас очень много. Что же он предложил? То есть он решил разбить на классы. Ну, каких класс мыслителей? Класс благородных людей, которые испытывают благородные чувства, ну, и благородные страсти. То есть это все, как бы, компоненты, лучшие качества людей. Мышление, значит, ну, понятно, размножение, но с хорошими целями, конечно. Ну, и всякие благородные чувства, которые там позволяли трынкать на арфах. То есть Платон, на самом деле, в общем, предложил достаточно простую систему. Но он тут же ввел на каждые там 10-100 человек стражей народа, правителей, которые как бы должны были избираться. Но они при этом опять получали получше пищу, чем простые обыватели. Ну, и себя он, конечно, относил именно к ним. Ну, и самое главное. Он предложил то, что являлось ключом всем дальнейших утопий. Это отсутствие собственности и общественные жены. Вот это всем утопистам очень нравилось. Чтоб тётик можно было пользоваться всем колхозом и, в общем, ни за что не отвечать. Но при этом всё он, Платон, пытался как-то сделать помягче. Он, например, предлагал такой вариант. Вот простой человек, у которого не из правителя, а из обычного народа женится. И тогда правители и стражи на брачном перу тайно проникают под юбку жены и оставляют наилучших потомков. Вот так примерно он себе представлял улучшение человеческой породы и, значит, счастье такой утопии. Ну, долгое время люди, значит, с удовольствием читали это всё, все эти истории, им нравилось. Но быстро, через тысячу, больше, чем через тысячу лет, на смену пришла новая утопия, которая в который раз и соответствует этому названию. Так называемый Томас Мор, родившийся в 1478 году, придумал, как бы, такой разговор, что один из соратников Америга Веспуччи, значит, который ездил много по свету, значит, и встретил случайно совершенно особый остров, утопию. Значит, тоже было 500 километров в окружности, и, значит, соответственно, находилось там 54 города. И вот этот остров под названием утопия он и стал разбирать, как там всё устроено. То есть написал, по сути дела, образец социального устройства государству с его точки зрения. Ещё раз подчеркнул, на 1500 год примерно, он выглядел достаточно справедливо. Что же он хотел? Он, значит, туда то же самое, ввёл на каждых 10 человек филарха и, значит, соответственно, его начальников, то есть иерархи, всё нормально, правильно. Ну, себя, как вы понимаете, он относил, конечно, к высшей кости. Ну, и всё благосостояние этого замечательного острова осуществлялось, конечно, несвободными гражданами, которые предавались высокоинтеллектуальным занятиям, а рабами. То есть на каждого там свободного гражданину несколько рабов. Ну, чтобы, так сказать, жить в комфорте и в общей справедливости. Рабов за людей не считали, как вы понимаете. И это вообще в проблеме не состояло. То есть рабы и рабы. Они же не люди. При этом для того, чтобы лучшие граждане сохранялись, воины вели только наёмники. Это люди специально нанятые для того, чтобы решать проблемы, собственно говоря, этой самой утопии. Интересно другое. Интересно, что Томас Мор, в общем-то, предосхитил и даже заложил основы современной Великобритании. Дело в том, что проповедовали они очень специфическое мировоззрение из его книжки, исходя. Она, кстати, называется «Золотая книга». Вот англичане, великобританцы или мелкобританцы, как сейчас угодно, они живут по этим законам. А в основе закона лежит очень простая вещь. Если что-то делается полезное, то есть приносит выгоду, то это абсолютно нормально, полностью оправдано. Всё, что не приносит выгоды, это нехорошо. Вот такое государство, собственно говоря, в Великобритании построено. Там действительно они готовы пойти на обыгнусность и подлость, если это приносит пользу. Ну, в смысле выгодно. Вот эта закладка Томаса Мора была, конечно, феноменальная. Тут ничего нельзя спорить. Он нашёл в Великобритании идеальную форму развития, так сказать, наиболее подлых и гнусных приёмов общения с соседями. Кстати говоря, и Платон, и Томас Мор страшно вдохновляли нашего условного соотечественника Бердштейна, то бишь Троцкого. Вот этот самый Троцкий, он прям всем сердцем воспринял идеи одного и другого. Ну, и опять об обществлении жён. Все живут в хороших, больших, просторных и светлых бараках, где спят по очереди с разными жёнами, с ружьями. Ну, и в свободное отведение войн за победу мирового пролетариата в Риме, значит, они ковыряют землю. Ну, то есть, вот примерно такая модель. Это он как раз начитался вот этих вот красавцев и Платона, и Томаса Мора, но кроме них ещё была тьма тьмущая, таких же полоумных сочинителей утопии. Отличился, конечно, родившийся в 1568 году Фома Кампанелла. Тут тоже голубь чистый, незамутнённый. Он, человек был с большими способностями, и в 17 лет уже, будучи выходцем из крестьянской семьи, он уже там прибился к монахам, и в 17 лет, значит, умудрялся вести теологические диспуты с знатными профессорами. Ну, какому профессору это понравится? Знатный диспут, в котором он всё время оказывался выигравшим, то есть, голова у него работала замечательно. И в конце концов, его смогли поймать и посадить. Отсидел он 26 лет, ну и хотя ему давали там бумагу и перо, он, в общем, как раз из-за этого и насочинял. То есть, государство Солнце – это очередная островная организация. Они все почему-то на острове, как британцы. И она повторяет идеи Мора. Опять, денег нет, имущества нет, но... Женщины распределяются специальными специалистами. Причём как? Для того, чтобы порода людей в Государстве Солнца была идеальным, значит, настоящим атлетом таким, атлантом, подбирают соответствующие могучие женщины. А вот если мужичок так себе, мелкий и малопригодный для того, чтобы стать атлантом, ему подбирается большая, могучая женщина. Цель, ну, сами понимаете, выровнять это дело. Компанелло считал так, что если взять худенького мужичка и толстую тётеньку, то дети у них будут, ну, как-то посерединке. И наоборот, если мужик толстый, огромный и, в общем, малоподвижный, ему худенькую. И тогда в результате получится пополам. Это гениальные представления о будущем человечестве. В общем-то, оставили неизгладимый след от Фомы Компанелло в истории. Ну, дальше ещё пошло веселеет. Мы уж вступаем почти в эпоху Петра Первого. И кое-что там происходило. Там как раз появились массы вот этих вот французских болтунов, которые придумывали, ну, невероятные вещи. Ну, эпоха расцвета французской научной мысли, которая, собственно говоря, тогда и прекратилась. Но для нас важно, что след оставил знаменитый Жан-Жак Руссо в своём общественном договоре. На самом деле он, в общем-то, сделал одну такую довольно странную вещь для своего времени. Он заявил о том, что природа обладает разумом. И, мол, если отдать социальную систему на откуп природе, то природа сама урегулирует всё. При этом он был достаточно трезвым и здравым человеком, потому что он впервые вот во все эти утопические теории привёл представление о индивидуальности человека. Это очень хорошо. До него никто до этого не додумался. То есть он стал говорить о том, что люди разные, индивидуальные, и что каждый человек заслуживает отдельного внимания, и к нему должен быть индивидуальный подход. То есть он впервые отказался от рассмотрения человека как от безмозглой массы людей. То есть это не безмозглая масса людей, а всё-таки индивидуальности. И в этом отношении, конечно, Жан-Жаку Руссо большой поклон. Ну вот, это так. Хотя вот его идеи о том, что, например, всем жителям о его очередной утопии полагается, например, два платья в год менять. И все должны быть одинаковые. Ну, это не очень как-то, мне кажется. То есть опять, если сравнивать его с другими утопистами, да, они, в общем, все похожи. Они опять лезли в самое последнее. Сколько раз спать с женой, с какого возраста, сколько башмаков надо, сколько... То есть долезали до самого низа бытового обеспечения людей. Там одни предлагали жить в доме, там, например, 10 лет, а потом обязательно меняться. Другие предлагали такие варианты, что, мол, где вот в деревне человек два года работает, а потом идёт в город, а там, значит, предаётся интеллектуальному труду. Вот такого бреда было тьмать мущие. И при этом там предлагалось как, что ни у кого имущественников нет, а еда как. Ну, вот, значит, казённые склады. Но опять должен был там быть прапорщик-раздатчик, который передавал пищу простым гражданам. То есть маразма было очень много. И при этом вот эта идея о том, что природа как разумное существо вызвало огромное количество подражателей. Ну, там писалось огромное количество всяких маленьких утопий, но вот Барье такой был сочинитель, который построил такую схему, что его герой, значит, взял своего сына и посадил на 15 лет в клетку. Тот 15 лет в клетке прожил, и потом он его взял прямо в этой клетке, отвёз на остров и выпустил. И под воздействием природы он стал прекрасным человеком. И, по-моему, вернулся во Францию. То есть вот примерно такая сказочка полусумасшедшая. Ну, мы знаем, что дети, которые оказываются там в Индии, например, выкинутыми на корм диким животным, но мы имеем в виду девочек. Иногда выживают, и через несколько лет, если их находят, то уже вернуть их в образ человеческий не получается. Но об этом тогда не знали, считали, что природа сама всё отрегулируется. Ну, и всякие дикости предлагались в утопии. Там Деларош предлагал, значит, в коммунах любить только государство, а не друг друга. Какие-то явно психиатрические проблемы. Но ужас-то начался в утопиях тогда, когда в конце 18-го, начала 19-го века появился Франсуа Ноэль Бобёв. Он там погулял как следует, прежде чем начать сочинять всякие глупости. Он там участвовал во взятии Бастилии, в общем, вдохновился этим очень сильно. И с Бобёва многие философы, ну, скажем так, конца или середины 19-го века, рассматривали этих утопистов уже, новая серия утопистов, так как четырёхглавую гидру пролетарской революции. И вот Бобёв был одним из первых. Ну, поначалу это называлось просто пролетарское движение, ну вот с Бобёва всё и началось. Но эту голову гидры, по-моему, уже где-то в 1797-1998 году отрубили на гильотине. Ну, то есть, гидропролетарская революция стала данного голову меньше. Это не помогло. Ему на смену бодро выскочил Анри, граф де Сан-Симон. Тут уже веселее дело пошло, потому что это такой известный идеолог канала строения. Его буйная фантазия уносила великие дали. Он пытался начать постройку Панамского канала. Панамский канал строить в те времена было довольно странно. Ни ресурсов, ничего. Значит, он пытался проложить канал, по-моему, из Мадрида к океану. Тоже эту идею не одобрили. Потом он носился с постройкой Суэцкого канала. И, насколько известно, Лисепсу он сообщил эту историю. Он его убедил. И Лисепсу он пошёл этим путём. В конце концов, канал был построен. Ну, кроме этого, он всякие предлагал странности. Ну, он, во-первых, мы ему благодарны, Сан-Симону, за то, что он придумал термин «индустриализация». Это уже забавно. Это одно из флагманских слов пролетарской революции. Так вот, изобретатель ещё был Сан-Симон. А в чём дело? Дело в том, что он считал, что власть нужно забрать у аристократии и отдать её промышленникам. Что он видел в промышленности развитие государственной утопии, государственной системы. Ну, как известно, это произошло благодаря мелкобуржуазным переворотам. И в конце концов появилась промышленность, индустриализация во всей Европе. Правда, это не привело к всеобщему счастью. Ну, вот. И после уже него, после Сан-Симона появилось довольно большое количество, ну, и параллельно с ним, людей, которые пытались воплотить утопические теории. То есть, ну, просто реально сделать. Ну, вот таким наиболее скандальным и известным был Роберт Оуэн. Что же они сделали? Они, он с приятелем, они купили что-то там безумное количество, 30 тысяч акров земли в США. за очень большие деньги. И, причем, обработанная уже там. Эта земля была от какого-то сектантского, очередного там американского закидона. Они выкупили ее и поселили туда людей. Пригласили всех. Это было в 1825 году. Это все называлось «Новая гармония». Такой проект. Ну, естественно, народ туда собрался, все съел, выпил, разворовал, распродал. И уже через год от этой замечательной утопии ничего не осталось. Почему? Да потому что он считал, что люди, оказавшись в идеальных условиях, как будут хорошо работать, трудиться, себя обеспечивать. Да нет, конечно. Не стали они не обеспечивать ничего. И очень быстро на останках его, этой штуки, появились огромное количество лавочников, лавки, торговли. А посреди этого самого города такая возникла длиннющая труба спиртоперегонного завода. Памятник. Глупости ООНа. Думаете, он успокоился? Нет? Через год он опять собрал кучу денег и построил очередную утопию. Ну, вот, коммуну очередную. Тут он уже решил идти по разумному пути. То есть набрать поумнее кого-то, а не вот этих вот, которые моментально всё разворуют и пропьют. И он действительно создал такую коммуну. Она тоже просуществовала несколько месяцев, но там были всякие прекрасные начинания. Там, значит, руководил это всем уже, так сказать, почти учёные, а в храмах читали научные лекции. Вот такой вот был праздник научной мысли. Ну, закончился он, естественно, так же точно. То есть были ещё там всякие мелкие представители всяких фантастических направлений. Ну, можно упомянуть только одного. Шарля Фурье, который изобрёл термин феминизм. Тот тоже был за всеобщее равенство и всеобщее единство в одной койке. То есть дела были незатейливые, глупость очевидная, но принципиальное событие это было появление в Германии таких мыслителей. И вот ключевым человеком был такой Вильгельм Вейтлинг. Что же он за человек? Собственно говоря, он и придумал всё то, что мы с вами знаем из истории марксизма-ленинизма. То есть сам Карл Маркс, будучи молодым человеком, вдохновлялся работами Вильгельма Вейтлинга и смотрел на них, на него как на Бога. Но потом, когда он сам, так сказать, оперился и на пару с Энгельсом, как два новых артиста и льюизиониста вылезли в 19 веке на арену социальных процессов, он постарался о нём не упоминать и даже иногда поругивал. Кстати говоря, поэтому Вейтлинг и смылся в США. И дальше вот эти идеи Вильгельма Вейтлинга, умело заимствованные, так сказать, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, они легли в основу манифеста коммунистического движения. Это тоже чистый утопизм. Ничего там за этим нет. Никаких особых достижений нет. Всё те же самые слегка перелицованные утопические модели. И тут анализ капитала никакого отношения к этому не имеет. Это два параллельных сюжета. И что, собственно говоря, предлагалось? Предлагалась, в общем-то, такая же точно утопическая модель, которая называлась научным социализмом, а потом научным коммунизмом. Теперь посмотрим на странности этих утопий. Это утопия Маркса, Энгельса, а потом Ленина, она была реализована в Советском Союзе, но рассыпалась. Почему? Почему убогий, злой и вредный капитализм оказывается более устойчивой, чем самые замечательные социалистические утопии? Что случилось-то? Где, как говорил наш один плешивый руководитель, собака порылась? В чём дело-то? А дело в том, что, как вы понимаете, я приводил много разных примеров, в создании утопий основная идея состоит, что вам надо продумать всё от государственного устройства в виде императора, группы собутыльников или метафизиков, как там писали, до последней пары обуви, что сделать физически невозможно. на то две причины. Первая причина. У людей разный мозг, и они вести одинаково не смогут. Вот если бы во времена там, я не знаю, Сан-Симона можно было бы отобрать людей с одинаковыми мозгами или во времена Оуэна и поселить их в одно место, они бы одинаково думали, одинаково работали, одинаково действовали. Но это невозможно. Потому что люди разные, один начинает работать, другой тут же начинает воровать. Это хорошо всем известно. Пропорции этих людей тоже известны. Ничего не сделаешь. Поэтому в чём капитализм лучше, чем любая утопия, в том числе и социализм советского разлива? Дело в том, что базовые человеческие потребности еда, размножение, доминантность, одежда, жильё, средства передвижения и так далее до бесконечности должны быть построены по принципам биологической самоорганизации. Капитализм на его нижнем уровне, то есть там, где пекут хлеб, там, где выращивают свиней, там, где шьют одежду или в конце концов наливают рюмочку, это всё должно строиться по принципам саморегуляции биологического происхождения. Не надо в это вмешиваться, просто надо стараться, чтобы там выпускающие, например, водку фирмы не было 5 штук, жуликов, 5 фирм на там 150 миллионов человек, это бардак будет. Они обворовывают, надо, чтобы на 150 миллионов было, ну, хотя бы там, 150 фирм, производящих водку. Ну, тогда примерно в равных количествах. Вот это забота государства. Не давать возможности на низшем уровне зарваться тем или иным производителям и начинать диктовать условия перекачивания денег из карманах работающих граждан в свои собственные. Оно вмешиваться туда принципиально нельзя. Нельзя отрегулировать длину трусов. Нельзя отрегулировать цвет шнурков, как предлагалось во всех этих перечисленных мной выше утопиях. Люди разные, потребности разные. И на том низшайшем уровне, который обеспечивает их ежедневную еду, жизнь и всё остальное, не надо в это вмешиваться. Надо следить, чтобы там не было безобразия. А вот повыше уровень, там, где уже речь идёт о государственном устройстве, тут уже можно побаловаться с утопиями. И в этом проблема неустойчивости всех исторических утопий. Всё время идеологи утопического социализма, коммунизма, капитализма, кого хотите, они всё время лезли в карманы и в ботинки, и в шнурки граждан. Туда не надо лазить. В ботинках будет плохо пахнуть для государства и плохо кончится. Поэтому, как бы, если мы хотим создавать благородное, справедливое, утопическое государство, как у нас любят говорить, социальное, мы должны следить за двумя вещами. Первое, первое, чтобы эволюционно возникшее, капиталистическое, называйте, как хотите, эволюционно возникшие отношения людей, обеспечивающие их повседневную жизнь, продолжали саморегуляться, регулироваться. Это процесс саморегуляции, я могу об этом подробно рассказать, как это сделать. А вот общегосударственные вещи, связанные в том числе и с социальным государством, и с благами, и с заботой, с образованием, с медицином, и со всем остальным, это уже может быть в рамках любой утопии, потому что в случае бинарного распределения событий, бинарных процессов, мы вступаем в область фундаментальных биологических процессов самоорганизации, в которых вот эта утопическая, благородная идея сверху вообще никак не влияет на устойчивость государства, наоборот, если она будет разумной, она будет её усиливать. Я об этом рассказываю, почему? Потому что сейчас наметился такой путь изменения глобальной социальной структуры, но понимания механизмов регуляции человеческих отношений ещё очень мало. И когда я смотрю на те ошибки, которые происходят при благородных попытках изменить что-то к лучшему, мне становится крайне печально. Я надеюсь, что биологические законы всё-таки дойдут до чутких метафизиков, которые стоят во главе многих государств. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Редактор субтитров